Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные блоги. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк авансом и мы начинаем. Сейчас я приехал в гараж, буквально тут разгрузить пару вещей. Отгружу покрышки, которые были в этом гараже, в другой гараж с покрышками. Также здесь есть диски. Вот этот Avation, например, мы привезли из Сочи, потому что там Avation, ну разве только что тренироваться одному. Хотя к валу на Лавре мы ехали на Китае, потому что на Китае можно ехать очень... очень широко, очень дымно. Также из гаража я сейчас взял другие ремни. У меня были ОМП-шные ремни, 4 точки, у меня на сливе 3 точки. И нам Техком сказал, что на следующий этап поставьте обязательно 4 точки на РЭМ-болтах. Окей, у меня они есть, это обязательно поставим. Вчера встретился с Толяном на Чайзере, который... И он мне дал свой шкив АТИ. Сейчас шкивов нет, к сожалению, в наличии. С ПБТ мне сказали, что в ближайшее время, в ближайшую неделю привезут, а нам надо срочно, поэтому Толян поделился своим шкивом, естественно, с возвратом. Конечно же, с возвратом нового. На сливу пришлось ставить вот этот дорогой шкив АТИ. Раньше что-то мы его не поставили, даже при сборке супербоевого мотора, который у меня был на ковке. Там почему-то тоже шкив не стоял, не знаю почему. Обычно это то, что почти сразу меняют в Джейзетах, во-вторых, потому что шкивы просто старые и их рвет. Рвет их в самый ненужный момент, хоть у меня это было на тренировке, в принципе, мы спокойно успели его поменять. Но если это будет на моей сливе и в заездах, то точно не успеем, поэтому Семен сказал, что точно меняем. Дорогой такой ништяк, стоил до зимы 35 тысяч. Не знаю, сейчас, возможно, дороже, сейчас уже, наверное, под 40. Но надеюсь, все-таки ухвачу его чуть дешевле. Сейчас вам покажу, как он вообще выглядит. Здесь еще были наклейки. Бусты, походу, их забрали. Крепеж в комплекте. Вот такое вот изделие. И, собственно, сам шкив. На нем написано супер демпфер. Он, кстати, тоже с демпфирующим элементом, насколько я знаю. Вот такой вот тюнинг шкив. Всякие градусы тут написано. Короче, вещь крутая. Я видел, что на боевых моторах, у кого, например, сухой картер, сюда вешают, получается, еще такую, ну, типа как мини-шкив. И на него вешают уже ремень сухого картера. А это сам элемент, который одевается на колено. И закручивается уже сюда шкив. Подробная инструкция по установке. Даже вижу, написано Red Loctite. Сколько крутить. Какие моменты, куда Loctite намазывать. В наших реалиях то, что надо. Вот он девиз. Race to win. У меня тут есть еще подарок. Его Толя передал. У него знакомый делает вот такие кастомные. Цурикавы это называется. Вот давно хотели мне передать. Спасибо большое. Надо ее куда-нибудь повесить. Стилов Дейли. Ручная работа всегда ценится. Когда с тюнягой приехал в Lucky Station. Я только что снял со сливы ковши и ковер. Потому что я забыл почти самое главное, что я хотел сделать в Питере. Мы гоняли там под дождем, под суровым таким дождем. И я заметил, что на пассажирском весь ковер мокрый. Тут было так мокро, что тряпка была сразу вообще вся в воде. Здесь прокладывали все тряпками. Вот еще даже осталось. Здесь все мокро. По этой стороне. Надо будет найти в сливе, где она протекает. Именно с пассажирской стороны. Где-то причем прям нормально так. Сейчас я это вспомнил благодаря запаху, который уже появился от мокрого ковра. Сейчас мы его повесим, тут просушим. Вот мои старые ремни. Забываю все время, как название производится. Скворд. Как-то так, по-моему. Трехточечные. Я их потом, в принципе, поставлю обратно. А вот эти ремни пока поставлю на четвертый этап. Дрифта в Сочи. ОМП. Четырехточечные. Абсолютно новые. Я их давно покупал. Хотел все на сливу поставить на пассажира. Но так и не поставил. Поэтому сейчас поставим их как раз с рем-болтами. Здесь рем-болты в комплекте. Все это четко прикрутим. И будет гуд. Кстати, сидушка Bright здесь стоит оригинальная. Где-то вот шильдик. То, что это оригинальная сидушка. Bright Z3 называется. Снял ковер. Стал смотреть отверстия разные. Но пока, если честно, ничего не вижу. Я так думаю, скорее всего, с моторного щита где-то набегает. И вода оттуда идет вот сюда. Здесь как раз самая нижняя точка. Потому что так внешне отверстий никаких особо тут нет. Даже на водительском месте я вот нашел пару отверстий. Прям насквозь. Ну, это стандартные именно отверстия. От болтов каких-то. И то там не затекает. Значит, здесь, скорее всего, с переднего колеса куда-то натекает именно вперед. Я думаю, что-то типа вот такого отверстия. Видите, здесь оно как раз какое-то стоковое отверстие от Сильвии. И если так вода, грубо говоря, фонтаном прям идет туда, как раз туда и закидывает. Семен разрешил повесить его тут. Это, видимо, самое сушибельное место. Рядом с разбором двигателей. Сразу видите, тут проходы сверху. Сейчас подснимем, что у них тут. Вон там JZ какой-то нормальный такой. Еще один JZ, второй. Турбина какая-то громадная, типа холсета. О, вот это РБ. Это я сразу узнаю. У Феодоры С-14 уже нет морды. Ее отпилили вчера благополучно. Ее тут, кстати, сканировали. Убрали уже все инструменты. Жалко вам, сегодня не покажу. Короче, они отсканировали всю морду. Видите, она вся в таких вот наклейках для скана. И довольно прикольно это получилось. Теперь они там что-то через компьютер будут делать. Проектировать всякие закладные, башбары и так далее. Здесь помимо слив сегодня маркообразная. Mark 90 и Chaser 100. Какой-то весь такой прям модный самурай. Давно я не видел машины с аэрографией. Old school такой. Реальная аэрография. Офигеть. Турбину уже поставили. Прокладку поменяли. Поставили новую. Здесь, в принципе, все собрали. Масло помойку поставили на место. Осталось только поменять шкив. Здесь еще поменяем вот этот пайп. Он был временный. Мы его устанавливали там, в Сочи. Поставим черный, аккуратный, красивый. Ну и шкив поменяют уже, когда будет коробка со сцеплением. Чтобы благополучно открутить шкив, нужна коробка. Ну и че? Пока не то. Я думаю, это оно, Кирилл. Да. Я приехал в Bus Motors. Здесь продвигаются дела с Chaser и двигателем. Мы имеем 1GZ GTF, R-154, 154. Георгий, ты знаешь английский? Как 154 по-английски? 154. 154. Георгий, 1GZ, NH, HKS, HKS, New, New. New engine. Маслонасос, как? Oil pump. Oil pump new. 2GZ oil pump. Возможно, она смотрит AMLZ и наконец-то понимает. Hello from Russia. Hello to America. This is a Japanese school. Only Japanese school for my Chaser. Но я это оставлю. Учим английский вместе с Сергеем Стиловым и Bus Motors. After this installation, Chaser will go to the market. Sale, sale. How much? How much? I think near 1 million. It's okay price. 1 million, yes. Okay, okay price. Rubles? Rubles, Rubles. Okay. Так, что у нас по спекам? Наверное, по-английски я не скажу, конечно. А, new coil lovers. BC Racing. Да не, на самом деле, чай весь на спеках. Реально, он жирный. Капец, я сейчас так подумал. Новые coil lovers, все рычаги. Новый двигатель на новых компонентах. Сделанная башка. Что-то делали в башке за... Много денег. Короче, башка делалась. А еще самое главное, что это турик с завода. И самое главное, что он вообще не гнилой. Вообще. Реально, пипец. Да, Георгий? Да, он в хорошем состоянии очень. Подтвердите мои слова. Да. Мы ждем очередь из покупателей. Возможно, здесь будет аукцион. Секретные технологии Сергея Бус Моторс. Вот они. Собери коллектор сам. Впускной. По собственным чертежам. Единственный в мире. Как и Мазда мотор BMW. Так, а мы этой томной ночью, так сказать, отправляем Пархо на соревнования. Едет один. Дуваться за всю команду. Трайлхед Бус Моторс. Папа-папа! С помощью Сергея покрышек. Я знаю, они мне принесут дачу. Да, я даю свои покрышки. Те, которые катал топ-32. Там неплохой прикатанный шип, который даже остался в живых. Вот. Мы сейчас скрутили гайки, потому что те колеса, вот ТЕшки без гаек, не прикручиваются. Пархо, значит, едет один. Реально. Никто не едет. Я не поехал, потому что, ну, сейчас много соревнований для меня. После Сочи вернулся, я понял, что пока не поеду. А сейчас все едут Дрис Мацури, Аланец. Правда, там погода непонятная. Погода реально пакостная такая же. Там прям лужи. Ну, там лужи, но как я читал чатик, пруф обещал, что там слой залито, короче, на такой уровень, типа, что можно 13-ю покрышку, короче, утопить, и это еще будет не конец. Надеюсь, не раскатать. Единственное, что клеи будут дикие. Клеи, да. Так ты был, помнишь, позапрошлый? Нет, я не был там. Ты в Аланец не поехал? Нет. Ну, вот там такая же ситуация была. Ты в угол встал, если ты попал, только льет, и не выехать из них. Да. Ну, ладно, ничего, топи там главное. Мы будем болеть, чувак. Главное, чтобы тачка сдюжила. Будем смотреть трансляцию, будем топить. Спасибо. Пакмоне, оно действует. Да, ты будешь клеить пакмоне? Конечно, буду. А в панетах напишешь хотя бы раз? Конечно, стопудово. И не раз. Ребята, напишите пакмоне. Не раз, я не раз напишу пакмоне. Ииии, красава. Так, вот, значит, наш шип. Жирный, жирный. Отлично. Да, да, можно писать пархмоне. Да. Пархмоне, пархмоне. Мы проставку чуть не потерял уже здесь в снегах. Потом бы ее нашли только весной. Сергей Плазмамен, как у вас дела? Бусть Моторс Инженеринг. Хорошо, ладно, Бусть Моторс Инженеринг, извините. Серега, мастер на все руки. Соорудил себе коллектор. Перед этим, конечно же, пару заводов остановилось, как обычно. Чтобы у него были вот такие изделия. Ненадолго остановились. Хорошо. Ну, выглядит клево. Как Клаб Турбо. Ну, я думаю, да, конечно, он покрасится и будет завод. Хорошо, хорошо. Сейчас его доработают. Впускной ресивер по чертежам бус Моторским. Если хотите свапнуть Мазда Мотор в BMW, вам сюда. А если хотите обслужить свою стоковую Мазду или Форд, вот вам сюда. Тем более сюда. Тем более сюда. Вы же все помните, что Бусть Моторс это стоковый сервис. Да. Ну, а построить МПС-очку быструю мы можем. Я думаю, не только МПС-очку. Я очень хочу поработать с ЭК-Бустом. Потому что это почти тот же самый Мазда Мотор. И мы все про это знаем, мы тоже его можем настроить. Очень бы хотелось бы поработать с ним. ЭК-Буст это что, в Мустанге новом? В Мустанге и в Фордах, где он только не ставился. Вот так. Ладно, это нельзя, я говорю. Что там было, интересно? Нормальные рамки. Так. Неплохо. Ребята, на этом наш выпуск подошел к концу. Огромное спасибо, что посмотрели его. Спасибо вам за лайк. С вами был Серега Стилов. Стройте тачки. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok